Бархатный сезон решил повредничать. С утра было пасмурно и воздух не двигался. Третий гоночный день встретил нас легким дождем, серость, небо все заложено облаками, ветра практически нет. Прогноз дает нам в час дня максимум 3 метра в секунду и после этого резкое ослабление ветра. Мы предполагаем, что в это время будет какой-то перелом погоды, поэтому сначала дня висит и пить, морковка, гонки обложены. Мы собирались на совещание в 10 часов, вот сейчас в час дня и отложили принятие решение еще на час. И так мы будем откладывать по часу решение и каждый раз мониторить погоду. Но в обед выглянуло солнце и подул стабильный западный ветер. Спортсменов стали отправлять на воду через узкое жорло сочинского слипа. В классе 470 мужские экипажи гонялись вместе с женскими, и здесь уже определилась четверка лидеров. При этом отмечают тренеры такое ощущение, что ребята собираются готовиться к Олимпиаде в Рио именно в этом составе. Очень сильные и интересные гонки демонстрировали два женских и два мужских экипажа. Это завоевавшие лицензии в Рио Павел Сазыкин, Денис Грибанов и Алиса Кирилюк с Людмилой Дмитриевой. А также составляющие им достойную конкуренцию братья Шереметьевы и Наталья Иванова с Надеждой Герасимовой. Ну в целом неплохо, да, достаточно стабильно. Погода, конечно, тяжелая. В принципе, мы четверочка отрывались от всего флота, и там уже между собой решали, в принципе, сильнее. Да, сегодня ветер довольно-таки стабилизировался. В принципе, лидеры уже так зафиксировались на передних позициях. То есть нету таких угловых, которые случайно выскакивают. То есть, ну, быстро разбирались, если там в Сочи, конечно, кто вылазил. В классе «Лазер» продолжает уверенно идти вперед Сергей Комиссаров. Юниор Максим Николаев пытался зацепиться за лидером, но пока не хватает опыта. Сочи подарил гонщикам отличный день. Девушки в классе «Лазер-Адеал» основательно перемешали турнирную таблицу. Лидировавшая по слабым ветрам Алиса Франик уступила пальму первенства более опытным Елене Воробьевой и Екатерине Чащиной. Замыкают тройку юниорка Екатерина Зюзина. У финистов, то есть в классе «Финн», лидирует юниор Аркадий Кистанов. Но прямо и на пятки ему наступает действующий чемпион России Егор Терпегорьев. Севастопольский спортсмен Алексей Борисов переместился на третье место. А в классе катамаранов «Накро-17» продолжается очень упорная борьба. Это смешанные экипажи. У тройки лидеров всего лишь по два очка разницы. Первыми идут Алена Панкратова и Юрий Артемьев. Вторые – Сергей Джейнбаев и Дарья Иванова. Третий – Максим Семенов и Алина Щетинкина. На обеих дистанциях удалось провести по три гонки в каждом классе яхт. Сегодня закончилась квалификация. А в пятницу и субботу пройдут медальные гонки. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».